Почему вершкуется огурец? Почему цветет точка роста? Вопрос из вайбер-группы Аградвиши. Добрый день, проблема с огурцом. Подскажите, верхушка почему такая? Растения сами чахлые. Давал кальций в полив, по листу, карбамид тоже, мегафол еще. Не помогает. Главное так, в одной части, в другой более-менее. Эрбицидами не пользуюсь. Вот есть здесь видео. Верхушка цветет, ближе к точке роста. Это растение сильно ушло в генерацию и завершковало само себя. Стебель тоненький. Есть сбросы очень много. Лист небольшой, немножко хлорозит. Заболеваний таких явных не видно. Огурец на финишной прямой. То есть растение максимум свой показывает. Больше не тянет по корневой системе, по своей мощности. Вот такая точка роста. Растения испытывают сильнейшие стрессы. И в связи с этим готовы быстренько дать урожай. Где есть силы. А силы остались только на точку роста. И дальше расти растение не планирует. Какие могут быть причины, что растение вершкуется? Самая главная причина это стресс. Вызванный чем угодно. Чаще всего это температурный. Чем больше разбежность температуры день и ночь, тем быстрее огурец может завершковаться. И тем сильнее он будет свистеть. Если растение ушло в вегетацию, то разбежность день и ночь это хорошо. Может пойти дополнительные цветочки. Чтобы продолжался рост и шли пасынки, то температура должна быть меньше. Разбежность день и ночь выше. Когда в 8 градусов набегает температура разбег день и ночь, тогда может завершковаться. Допустим, днем 24, а ночью ниже 16. Это приводит к стрессам, потому что температура сильно опускается. И вследствие большая разбежность. Если температура ночью будет 20, а днем 24, то разбежность маленькая. Разница между днем и ночью. И получается, что растение уходит сильнее в вегетацию. Что здесь можно порекомендовать? Растению тяжело тянуть ту массу, которая есть. Необходимо удалить снизу 3-4 листа. Вообще больше трех не рекомендую, потому что это большой стресс. Но можно удалить 3 листа, потом через 3-4 дня, может быть еще 3 листа удалить. Это лишний груз, который растение хотело бы сбросить. Далее. Корневая система не тянет то, что предоставили ей в нагрузку. Это листья и плоды. Поэтому он сбрасывает, поэтому вершкуется. Надо стимулировать корневую систему. Также вершковаться может из-за высокого ЕСИ в корневой системе. Возможно, там перекормили. Возможно, вода сильно соленая. Или почва такая заряжена солями и чаще всего неблагоприятными. Не лучшими. Для этого нужно разобраться, что в почве. Либо внести полезные бактерии, чтобы там все это мобилизировали в легкодоступную форму. Или пролиться чистой водой, если такая имеется. И еще рекомендую в таких случаях обработки по листу карбамидом, азотом. Из расчета с 30-40 мл на 10 л воды. Также можно дать какие-то стимуляторы. Стимуляторы, такие как флорон, ауксинджер, итальянский ангоби. Ну, такие можно дать в дозе, которые пишут на упаковке. То есть, вывод. Убрать стресс, из-за которого растение овершкуется. Это чаще всего температура, либо там что-то в корневой системе неблагоприятно. И второе. Простимулировать растение в выход со стресса. Это возможность чистой водой дать, разогнать корневую систему корня с стимулятором. И сработать с стимуляторами и азотом по листу. Такие рекомендации от Агродвиж. Кому было полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на YouTube канал Агродвиж.